МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Госсовета России и Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. На заседании обсуждались ход разработки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса физического воспитания, а также вопросы социологического обеспечения развития массового спорта. Для решения этой задачи требуется создание современной и эффективной государственной системы физвоспитания. Ее системообразующим элементом призван стать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Предполагается, что комплекс будет состоять из двух частей – нормативно-тестирующей и спортивной. Первая предусматривает общую оценку уровня физической подготовленности, развитие физических качеств и двигательных навыков, оценку знаний, умений, навыков. Вторая направлена на привлечение к регулярным занятиям спортом с учетом возрастных групп. В Чувашии завершен первый этап строительства физкультурно-спортивных комплексов. 24 спортсооружения действуют во всех муниципальных районах и малых городах республики. Обеспеченность населения Чувашии спортивными сооружениями составляет почти 40%, при средних показателях по России – 25%, ПФО – 28%. Вторым этапом развития сети универсальных физкультурно-спортивных комплексов является появление спортсооружений в Чебоксарах. Сегодня завершено строительство одного ФСК. Ведутся работы по возведению двух и планируется строительство еще двух аналогичных объектов. В Чебоксарах создается единственный в России региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту – маунтинбайку. В перспективе планируются центры по стрельбе из лука и биатлону. Эффективная политика в области физической культуры и спорта способствует повышению качества жизни населения, улучшает социальную и демографическую ситуации. Так, за шесть лет в Чувашии более чем полтора раза снизилось количество дней временной нетрудоспособности. Но в 16% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые за последние 20 лет в республике зарегистрирован естественный прирост населения. Вода не отступает. Паводковая ситуация на Дальнем Востоке изо дня в день ухудшается. В режиме чрезвычайной ситуации живут пять регионов – Якутия, Хабаровский и Приморский край, Амурская и Еврейская автономные области. Пока вода продолжает пребывать, МЧС наращивает силы в пострадавших районах. Отправились в зону бедствия спасатели Чувашии. Спасать людей и бороться с последствиями. Паводка из Чувашии отправились четыре патрульных катера с экипажами по два человека. Группу сформировали на базе госинспекции по маломерным судам МЧС России. 15 августа вышел приказ Привозского регионального центра МЧС России о сформировании группировки сил и средств для ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе. Вечером 16 августа колонна из трех республик прибыла на сборный пункт в Нижнем Новгороде. Оттуда сводный отряд из регионов Положья будет переброшен сегодня, 20 августа, на Дальний Восток на самолете. Все сотрудники прошли инструктаж по мерам безопасности в период командировки. Проведен смотр готовности личного состава. Плац средств спасательного инвентаря. В МЧС отмечают, спасатели с Чувашией пробудут в зоне затопления столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Кстати, помочь пострадавшим от наводнения может каждый. Открыт счет для пожертвований. Его реквизиты можно узнать на сайте правительства Амурской области. Размещены данные и на правительственном портале Чувашия. Реклама двигатель прогресса. Но двигатель этот не может быть расположен там, где душе предпринимателя угодно. В последние годы в городе появилось множество красочных рекламных конструкций и располагаются они хаотично. Но теперь в связи с изменениями, в федеральном законе о рекламе в Чубаксарах будет разработана специальная схема местоположения рекламных конструкций. На публичных слушаниях городской администрации внесли изменения в устав столицы. Раньше предприниматели сами выходили с предложением городу, где бы они хотели разместить рекламные счеты. И глава администрации, либо глава города обычно принимали положительные решения. Теперь руководители подразделения администрации города вместе с мэром и главой администрации разработают схему местоположения рекламных счетов в городе. И уже за конкретные места предприниматели будут бороться на торгах. Это был процесс неуправляемый. Теперь администрация города будет сначала разрабатывать схему размещения рекламных конструкций. Депутаты будут утверждать, и будет понятна картина, где находятся рекламные конструкции. И эта картина будет отражена в сети интернет на определенной карте. Рекламные конструкции, которые уже существуют, убирать не будут. Большинство городских рекламных счетов попадут в будущую схему размещения. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. День города Чебоксара отметили еще в минувшее воскресенье, однако его итоги продолжают подводить до сих пор. И речь вовсе не о рекорде зарядки со звездой. Когда ближе к ночи гуляющие разошлись по домам, на улицы города вышли коммунальщики и вывезли около 750 кубометров мусора. Наводить порядок пришлось до рассвета, зато к утру город приобрел свое прежнее лицо. Кроме количества отходов, стали известны еще некоторые любопытные цифры. Так, на 20 миллионов рублей увеличился в праздник общий товарооборот предприятий торговли. А средняя сумма в чеках организации общепита выросла в 2,5 раза и составила 900 рублей. В эти минуты в стенах Чувашского театра оперы и балета идет церемония открытия международного конкурса молодых оперных певцов. Он проводится уже в третий раз. Как говорят в театре, сама церемония открытия представляет собой яркое зрелище. Через весь зрительный зал проходят участники конкурса, а их в этом году собралось 40 из самых разных стран и регионов России. Незадолго до церемонии открытия с молодыми талантами успела пообщаться моя коллега Ольга Григорьева. Почти на неделю Чувашский театр оперы и балета станет местом, где будет греметь праздник музыки. Именно так уже неоднократно называли сам конкурс в театральной среде. Он проводится в память о великом земляке, служившем протодиаконом и ставшем выдающимся артистом СССР в уникальном басе Максиме Михайлове. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения оперного певца. Имя вообще Максима Доминоновича Михайлова оно по сути своей международно. Потому что о нем знают все. И его история взаимоотношений на сцене начиналась с Федора Ивановича Шаляпина. Заканчивалась она эпохой развитого социализма, так называемого. Поэтому это огромная личность. И эта огромная личность объединила всех нас в этом международном конкурсе. Среди конкурсантов молодые таланты из разных стран мира. Бывших советских республик, Монголия, Китая и Бельгия. А также городов России. Джульетта Кочарова, к примеру, подставляет Бельгию. Хотя родилась в России. Преодолела 5000 километров. Сами понимаете, это бессонные ночи. Вторые сутки. Я рада, что я нахожусь здесь. Если я пройду на третий тур, я буду исполнять гуно, орет Джульетта. 40 исполнителей в течение пяти дней будут в хорошем смысле выяснять отношения на сцене. Это и шестеро молодых солистов Чувашского театра оперы и балета. Конкуренция серьезная. Среди исполнителей – лауреаты и дипломанты международных конкурсов и музыкальных фестивалей. Одна из них – Наталья Петрожицкая. Солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. За плечами уже семь сезонов. Скоро ей, как и всем конкурсантам, предстоит жеребьевка. Тоже своеобразное испытание. У каждого есть свое суеверие. Мне кажется, что, и многим так кажется, что первым выступать всегда сложнее, под номером один, и все очень боятся этого номера. Но по мне и закрывать конкурс тоже сложно, потому что, когда люди сидят в жюри, которые сами певцы, которые музыканты, и которым предстоит отслушать немалое количество народа, это, конечно, очень тяжело воспринимается, потому что, в принципе, программа у всех сложная, и все хотят как бы показать себя во всем спектре. Поэтому лучше, наверное, серединке. Я была бы рада номеру 13, но там уж как бы удастся. Праздник праздником, а выложиться придется. Статус международного конкурса все-таки обязывает. Для молодых исполнителей это трамплин для большой или даже мировой карьеры, уверен председатель жюри, народный артист и профессор Академии музыки Литвы Владимир Спрудниковас. Ну, а как председатель жюри я буду, видимо, иметь два голоса. Так если где-то не сойдется мнение, но я думаю, сойдется, потому что ушей у всех столько же, сколько и у вас, глаз, и поскольку мы много лет работаем в этой сфере, поэтому я думаю, что найдем общий язык, и наше решение будет справедливым. Международный конкурс проходит в свободном формате. Это значит, что каждый желающий сможет присутствовать на музыкальном состязании вплоть до закрытия. Ну, а завершится конкурс церемонии награждений и гала-концертом 25 августа, день рождения великого баса Максима Михайлова. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. За поддержку универсиады жители Чувашии поблагодарил президента Торстана. Рустам Мининханов прислал письмо на имя главы республики Михаила Игнатьева. В нем, в частности, говорится, волонтеры вашего региона были отмечены как одни из самых мотивированных, организованных и трудолюбивых добровольцев. Они создали неповторимую атмосферу гостеприимства российской земли, которая останется в памяти участников и гостей игр на всю жизнь. Напомню, что 27-я Всемирная летняя универсиада проходила в Казани в июле. Соревнования назвали крупнейшим за всю историю проведения всемирных студенческих игр. Более 11700 спортсменов из 160 стран, а еще свыше 150 тысяч гостей и туристов. Посильную помощь в работе со всеми оказали и волонтеры из Чувашии. Вновь наши волонтеры будут востребованы уже в ближайшие выходные. Чебоксарский аэроклуб на несколько дней станет местом приземления парашютистов из разных стран мира. В Чебоксарах впервые за десятки лет пройдут сразу два значимых турнира Кубок мира, чемпионат и юниорское первенство Европы по парашютному спорту. Подготовка к проведению в столице Чувашии международных соревнований уже вышла на финишную прямую. Наша съемочная группа узнала, как проходит тренировка сборной России. В соревнованиях будут участвовать около 200 спортсменов из 19 стран мира. Самые большие команды собраны из Китая и России. Наша сборная один из лидеров предстоящего турнира. В ее состав входят уже действующие чемпионы мира по классическому парашютному спорту. Заслуженные мастера спорта международного класса, а также новички, на которых возлагают большие надежды. Без профессиональной подготовки и стальных нервов здесь не обойтись. Точность приземления определяется сантиметрами. Еще в полете спортсменам нужно выбрать правильную траекторию полета, ведь цена ошибки слишком высока. Третий раз в России проводятся такие соревнования такого масштаба, которые сами по себе интересны и важны для каждого спортсмена. И мы хотим, чтобы наши спортсмены показали лучшие свои спортивные результаты, судьи их оценят. И я те результаты, которые показывают сейчас спортсмены, они вселяют надежду, что мы будем все-таки лидерами. На тренировках спортсмены отрабатывают разные техники. Это групповые прыжки, индивидуальная акробатика, а также прыжки на точность. За одну тренировку каждый парашютист делает около десяти прыжков. Все в обычном режиме. У нас учебно-тренировочные сборы распланированы каждый год. И, естественно, все зависит от подготовки, от самого спортсмена, от ее психологии. Ну, вот как он себя будет вести. Мы постараемся их довести до такой психологической степени, чтобы они могли показать высокий результат. И всегда возникает что-то неожиданное. И вот это сложнее всего, когда приходятся какие-то неожиданности. неучтенные преодолевать. Ну, а так, в принципе, я надеюсь, что все будет хорошо. Языкового барьера между участниками соревнований не будет. За каждой командой будут закреплены волонтеры-переводчики, которые имеют опыт работы на Всемирной универсиаде в Казани. Для зрителей мы ежедневно организуем бесплатные рейсы на автобусах. Они будут курсировать от стадиона Олимпийский в час и в 16.00. Также здесь у нас будет проведена ежедневно будет проводиться лотерея, будут разыгрываться сертификаты, там, бассейн на скалолазании и другие. Ну, и самый главный приз – это прыжок, сертификат на прыжок с парашюта. Соревнования пройдут с 23 по 26 августа включительно. Спортивные баталии развернутся в Чебоксарском аэроклубе имени Лепедевского. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Плавчиха из Чебоксар переплыла Берингов пролив. Татьяна Александрова приняла участие в международном эстафетном заплыве от Чукотки до Аляски. 60 участников круглосуточной эстафеты из 15 государств проплыли в общей сложности 134 километра. Пловцам пришлось столкнуться не только с экстремально низкой температурой воды плюс 1 градус Цельсия, но и со штормом. Плыть приходилось без гидрокостюмов и ласт. Каждый участник находился в воде примерно 20 минут, после чего передавал эстафету следующему пловцу. Татьяна Александрова была единственной представительницей Чувашии в этом заплыве, сообщает Минспорта Республики. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Берегите друг друга. До завтра. В день города Чебоксар Мегафон отмечает свое девятилетие и приглашает всех горожан на удивительную арену высоких технологий. Ну что ж, и мы попробуем свои силы на площадке инноваций. Здесь продумано все до мелочей. 9 лет 9 площадок. Каждый абонент компании Мегафон мог попробовать достичь 4G-высоты на настоящем скалодроме, попрыгать по виртуальным крышам на джамперах и даже научиться передвигать предметы на расстоянии. С виду обычный мяч, но его можно двигать при помощи специальной компьютерной программы. Для этого ничего сложного не нужно. Нужно просто закачать специальную программу в ваш телефон. И смотрите. Он двигается. А на этой площадке высокая скорость интернета позволяет автолюбителям развивать нереальные скорости в интерактивных автогонках. Мне больше всего понравилось играть на машинках, гонять на них. Новая приставка. Я на таких еще ни разу не играла. Первый раз, но мне очень понравилось. Мегафон, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе счастья, много-много всего. Мне понравились сигвеи, джампер. Это так называются такие ботинки, и на них так вот можно прыгать. За 9 лет в Чувашии Мегафон уверенно поднимается по лестнице успеха. В 2004 году в первый день работы в нашем регионе компания поставила рекорд среди мобильных операторов России. Подключила более 5000 абонентов. А уже через 4 месяца после запуска сети мобильная связь Мегафона была доступна не только в Чебоксарах, но и в каждом населенном пункте 21 района Чувашии. Я пользуюсь Мегафоном с момента появления этой компании в Чувашской Республике и являюсь постоянным абонентом. Моей сим-карте на телефоне уже тоже 9 лет. Связь всегда постоянная, надежная. Никогда нет такого, чтобы, например, прерывалась связь. Поэтому я выбрала Мегафон. С днем рождения, Мегафон! В любое время дня и ночи можно дозвониться, можно интернетом воспользоваться, и всегда связь хорошая. В 2010 году Мегафон первым в Чувашии запустил сеть 3G. Это была революция в мобильном интернете. Средняя скорость доступа составляла 1 мегабит в секунду. А с 2012 года компания начала предоставлять в Чебоксарах услуги связи четвертого поколения 4G. В следующем году Мегафону исполнится 10 лет. Дата юбилейная. И без сюрпризов для любимых абонентов наверняка не обойдется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова